Подруги, привет! И желаю вам всем доброго дня! Надеюсь, что сегодня утро для вас началось ровно так же хорошо, как началось и наше. По вашим многочисленным запросам видео на тему «История моих родов» буду вам рассказывать, как же проходил день наших родов, как стремительно он развивался. И знаю, все те, кто посмотрели наш влог, кажется, что у вас вопросов больше, чем ответов после просмотра этого влога, просто потому что роды наши действительно пошли не по плану, все развивалось очень-очень быстро, и по итогу не было даже времени, чтобы с вами поделиться деталями, рассказать толком, что же происходит, поскольку каждые 20 минут просто ситуация стремительно развивалась, и мы по итогу родили нашего второго малыша по имени Грант за приблизительно 2,5 часа. Грант, тихо, поздоровайся с подружками! Вот он, наш маленький-маленький сыночек, который родился 13 сентября в 15.43. Сейчас он сладко спит, и мама, конечно же, использует момент сна ребенка для того, чтобы вам рассказать о том, как же он появился на свет. Значит, все началось в понедельник, 13 сентября, когда мы ранним утром в понедельник с мужем отправились в Рижский роддом на стимуляцию. У меня было полных 39 недель, и так как всю мою беременность, нескончаемое количество, все УЗИ на свете нам пророчили, что малыш родится более 4 килограмм, он очень крупный, плюс ко всему носить малыша мне было крайне тяжело, потому что у меня очень-очень болели тазовые и лобковые кости. Какое-то время было подозрение на симфизит, это подозрение не подтвердилось, и в целом мои доктора сделали вывод, что вот просто так протекает моя вторая беременность, и следовательно, особенность моего тела, связки не столь хорошо держат кости на месте, и поэтому мне очень-очень тяжело, и бывают дни, когда действительно даже ходить или вставать из кровати просто невозможно, потому что боли жуткие, неважно, либо я шевелюсь, либо я в покое, эти боли не прекращаются. Плюс ко всему, мне кажется, за дней, наверное, 5, что-то приблизительно до даты стимуляции у меня были ложные схватки, которые длились 12 часов, которые были очень регулярными, и обычно эти ложные схватки не бывают регулярными, поэтому я уже так с подозрением отнеслась к этой ситуации и подумала, что действительно я рожаю. Но этого не случилось, и поэтому мы дождались полных 39 недель, я поехала на последнюю консультацию к моему доктору, мы сделали УЗИ, она посмотрела раскрытие, посмотрела на КТГ моего малыша, в целом все было в порядке, УЗИ показало, что ребенок приблизительно 4200, озвучив, что чем больше ребенок, чем позднее срок, тем больше погрешность УЗИ, и приблизительно на этом сроке она 600 грамм, плюс-минус. Ну, следовательно, ну как бы я вот приняла эту информацию, но так как всю беременность, все УЗИ показывали, что он действительно 2 недели приблизительно опережает свой срок, то я понимала, что скорее всего ребенок будет большой. Опять же, вспомнив первые роды, и мой первый ребенок, он был 4 килограмма. Понятное дело, это не катастрофа. Разные женщины рожают и по 5 килограмм, и по 4,5, но это не совсем корректный показатель, по которому нужно судить, сможет ли женщина безопасно родить естественным способом своего ребенка. Здесь нужно учитывать конкретную женщину, ее таз, ее параметры, ее беременность и так далее, и так далее. Поэтому в случае моей беременности доктора посоветовали стимулироваться. Ну и вот, 13 сентября, утро, мы поехали. Мы приехали в роддом, в 9 часов утра мы прибыли. Внизу, на первом этаже, где приемная, мне оформили мои документы. Моему мужу сделали тест на коронавирус. 20 минут он должен был подождать внизу, то есть это экспресс-тест, который занимает 20 минут. Его результат, естественно, был негативным. И ему уже позволили подняться на пятый этаж, где я его ожидала. То есть там я уже лежала на КТГ, посмотрели сердцебиение малыша, посмотрели, есть ли схватки. Все было в порядке, схваток никаких. И, в общем-то, нас отправили в нашу семейную предродовую палату, в которой мы планировали провести, если не все сутки, то как минимум весь понедельник, который, собственно, должен был пройти в стимуляции моих родов. Где-то приблизительно через 2, наверное, часа, где-то без 15-12, пришла доктор и сказала, пойдем, значит, мы побеседуем, я посмотрю твое раскрытие, и мы уже примем решение по поводу того, как мы будем поступать для того, чтобы вот родоразрешение, оно проходило максимально безопасно, успешно, и, собственно, ты смогла родить своего малыша. Мы отправились, она провела консультацию, посмотрела всю историю моей беременности и, собственно, сказала, забирайся на кресло, сейчас буду тебя проверять. Я ее сразу предупредила, что в первой беременности самое болезненное, что для меня было, это проверка раскрытия. Не знаю, почему, опять же, может быть особенность моего тела, хотя я знаю, что многие-многие женщины говорят, что проверка раскрытия – это действительно самое болезненное, что вообще может быть, несмотря на то, что там всего одним или двумя пальцами проверяется раскрытие. Здесь проблема в том, что тут проверяется не просто, как бы, ну, скажем так, неглубоко во влагалище, а прям все это дело должна подвинуться шейка матки и дойти до прям вот самой матки, где, собственно, это раскрытие и первое проверяется. До того, как проверять мое раскрытие, она еще рассказала мне, как мы будем стимулировать мои роды, показала мне некоторые препараты, которые мы можем использовать, то есть это или оральные порошки, это специальный баллончик, который физически раздувается и помогает раскрыть женщину, ну и, собственно, дальше потом, если эти все такие самые легкие способы не помогут, прибегнут к окситоцину, проколу пузыря и так далее, и так далее. Ну и вот, началось мое раскрытие, оно длилось для меня вечность, где-то на самом деле приблизительно полчаса, для меня оно было очень неприятно, достаточно болезненно, но, на мое удивление, не столь болезненно, как во время первой моей беременности. Ножки, ручки у меня были мокрые, я была в напряжении жутком до того момента, как доктор мне не озвучила, что, ой, дорогая моя, у тебя раскрытие 5 сантиметров, на что я просто отреагировала шоком и не могла поверить, как это 5 сантиметров. У меня ни схваток, ни боли, вообще ничего. То есть я ровная, как танк, а у меня раскрытие 5 сантиметров. Она говорит, ну что ж, поздравляю тебя, нам, скорее всего, вообще не понадобятся никакие препараты, будем прокалывать пузырь. И, услышав это, я действительно обрадовалась уж очень, потому что я уже во влоге наших родов немного упомянула, что для меня вот ехать в роддом абсолютно без схваток, вот в простом своем состоянии, это было намного более таким стрессовым мероприятием, нежели чем, когда ты едешь со схватками. Потому что в первый раз я ехала уже с очень сильными схватками, в которые я не могла говорить, я не могла сидеть, мне нужно было только дышать и, в общем, проживать эту схватку очень болезненную. И когда у тебя эти схватки происходят каждые там уже 3-4 минуты, то в целом твоя голова занята только этим процессом. И у тебя нет времени ждать, чего-то думать, накручиваться и фантазировать по поводу того, как будут проходить твои роды, потому что ты просто уже в процессе. Но в то время, когда ты едешь без этих схваток, абсолютно вот в спокойном своем нормальном состоянии, когда ты пьешь кофе, ты принимаешь какой-то свой завтрак, то, по крайней мере, у меня вот этот уровень стресса, он с каждой минутой поднимался, поднимался, поднимался. Потому что, ну, несмотря на то, что я абсолютно доверяю своим докторам, не зря я их выбрала, мой муж был со мной, все равно внутри я очень переживала по поводу того, что нужно стимулироваться. Да, это безопасные методы, да, они очень широко и часто применяются, и, ну, случаев, когда что-то идет не так, достаточно мало, по крайней мере, в Рижском роддоме. Я понимала, что, ну, все же в порядке, ничего ужасного. Единственное, что, понятное дело, когда тебя стимулируют препаратами, то твои роды могут начаться более стремительно, более болезненно, и эти схватки могут быть более хаотичными, нерегулярными, таким образом, что у тебя не будет времени от них отдыхать и просто набираться сил. Это я понимала, но все равно я переживала, потому что, конечно, ну, ты никогда не знаешь, как роды пойдут, да и естественные тоже, но, тем не менее, когда они сами по себе, ты понимаешь, что организм сам работает, сам делает, и он наверняка знает, что он делает. И даже если что-то пойдет не так, ну, как бы тут уже, в общем, ты действительно, ну, как сказать, не по твоей инициативе это произошло. И услышав, что, скорее всего, нам не понадобится стимулировать мои роды, я вот прям была действительно счастлива, рада, и я понимала, что, слава богу, мой организм работает, и давай, малышок, тогда ты сам. Доктор проколола мой пузырь, достаточно долго она это делала, она еще раскрывала все эти мембраны, убирала пленку, в которой, собственно, находится малыш для того, чтобы ничего не препятствовало. И она пыталась руками каким-то образом там опускать голову. И настолько вот с нуля, да, до вот ситуации, когда у тебя вот с тебя льется вода и опускают голову, вот настолько стремительно это произошло, что я уже говорю, какую голову, подождите, дайте мне хотя бы мозг включить, чтобы я хоть как-то подготовилась к этой ситуации, и вот хоть что-то, ну, как бы со мной, ну, я не знаю, ну, вот тише, придержите коней, как говорится. Но, в общем, где-то полчаса она проделала все эти процедуры, надели на меня взрослый подгузник и отправили меня в мою палату. Сказали, что сейчас мы принесем КТГ, еще раз тебя подключим, посмотрим, как себя чувствует малыш после прокола околоплодных вод или пузыря околоплодных вод, и, собственно, тогда уже будем смотреть. И также доктор мне сказала, что если начнутся хотя бы малейшие схватки, неважно, болезненный или не болезненный, ты сразу говори, и мы тебя поднимаем на седьмой этаж в родильный зал, где ты уже будешь рожать своего малыша. Я еще спросила, могу ли я сделать свечку для того, чтобы сходить, на всякий случай, в туалет, поскольку мы не хотим неприятных ситуаций в родильном зале. Она сказала, ну, не знаю, не знаю, давай посмотрим на КТГ, я могу тебе дать максимум 3 часа, если схватки не начнутся, и тогда ты можешь пробовать сделать все эти процедуры. И где-то через 20 минут я начала чувствовать схватки, то есть это такая боль менструаций, которая становилась все сильнее и сильнее, и регулярнее и регулярнее. Сначала каждые, там, по-моему, 5-7 минут, и потом, собственно, ближе, 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 ближе. Я ей сказала, что вот, боли уже начались, и она мне дала полчаса для того, чтобы я сделала все свои процедуры, и, собственно, в тот момент, когда уже либо пройдут полчаса, либо для меня боли станут невыносимыми, мы, значит, будем уже подниматься. Ровно 20 минут потребовалось, чтобы я вышла из палаты и сказала, что все, я уже терпеть не могу, и эти схватки уже регулярные. По-моему, каждые, ну, что-то типа, там, 4-3 минуты, и все, нам уже нужно подниматься, никакие процедуры я делать не буду, у меня уже все, времени нет. Быстро мой муж собрал вещи, и нас буквально подняли, ну, за минуты полторы на седьмой этаж, во время которых у меня, по-моему, были три схватки. И к тому моменту, как мы пришли уже в родильный зал, провели там, ну, буквально, наверное, минут 15, эти схватки у меня уже были каждые 15-20 секунд. То есть у меня не было никакого времени, никакой возможности хотя бы передохнуть и подготовиться к следующей схватке. Причем эти схватки были очень болезненные. Ну, уже такие, как вот в первый раз на 7-8 сантиметрах, когда я уже была, вот просто эпидуралку мне несите, я уже не могу терпеть, и все. Ну, то есть боли такие, что действительно ты сходишь с ума. И ровно так же, как и в первый раз, мне очень сильно помогало, когда Арс давил мне кулаками вот прям на поясницу. Там есть вот точки нервные, которые, если на них надавить, они немного-немного обезболиваются, и тогда становится, ну, хотя бы немного-немного легче. Ну, или, по крайней мере, ты концентрируешься вот на этом давящем ощущении в спине, и, может быть, как-то отвлекаешься, не знаю. Но мне уж точно было легче, когда муж давил меня на спину. Значит, приблизительно прошло еще 20 минут, пришла анестезиолог. До анестезии моя доктор мне поставила, опять же, КТГ, и после КТГ проверила мое раскрытие. Я сказала, что я не могу лежать, я не могу сидеть. Можно я хотя бы вот со всеми этими датчиками буду на коленках на этой кушетке, потому что, ну, вот мне нужно вперед наклониться, чтобы хоть как-то проживать эти схватки, иначе для меня это невыносимая боль. КТГ я провела вот прям на четвереньках, и когда сняли все датчики, она сказала, поворачивайся на спину, сейчас буду смотреть твое раскрытие. Ай, я опять же предупредила, что для меня это болезненно. Любые пальцы у меня там внутри, это просто невыносимо больно. Очевидно, мышцы там у меня настолько сжаты, что, ну, это действительно, ну, как бы такая адская боль. Она сказала, ладно, ложись, сейчас посмотрим. И я лежу, вот эти 20-15 секунд до следующей схватки, она вот просто ждет. Я говорю, а чего ждем? Чего ждем? Сейчас схватка начнется, и я сдохну. Она говорит, вот как раз-таки схватки мы и ждем. Я буду проверять тебя во время схватки. И я поняла, что вот эта конкретная схватка будет одна из самых ужасных схваток за весь этот процесс, потому что, ну, на спине лежать, пальцы внутри, и это вот просто для меня, вот, улетаю я в астрал, и все. Меня больше нет. Датсуля покинула здание. Так оно и случилось. Это было просто невыносимо больно. Я там чуть ли не орала. Я стонала, просто умоляла закончить все это быстро. И акушерка, не доктор, а акушерка, которая проверяла мое раскрытие, она сказала, что у тебя 6 сантиметров, значит, давай, ставим эпидуралку и вперед. Хорошо, все. И вот эта схватка, и вот этот весь процесс проверки этого раскрытия был настолько для меня ужасным и мучительным, что как только вот все это закончилось, я повернулась на кушетке, на бок, и я просто начала панически плакать. Вот именно от этой боли и от этого состояния вот просто беспомощности и того, насколько вот, ну, тяжело действительно мне это дается. Я просто расплакалась, выпустила вот этот пар, эту эмоцию, и вот-вот-вот все. Фух, потом вздохнула, быстренько поднялась и проживала следующую схватку, опять же, стоя с мужем, в общем, как обычно. Еще через какое-то время, приблизительно, по-моему, ну, вот, в общем, 20 минут пришла моя анестезиолог. Безумная врач, просто фантастический доктор, который вот каким-то своим спокойствием, своим таким добрым отношением, профессионализмом, вот каким-то вот таким снисходительным отношением, она вот, ну, как-то помогла, опять же, процесс помещения эпидуральной анестезии намного-намного легче, чем это было бы в другой ситуации или в случае другого доктора. Опять меня положили на эту кушетку, сказали, ложись боком. Я говорю, да господи, опять вы меня на эту кушетку, я сейчас сдохну просто. Боком легла, она говорит, так, коленки, значит, притягиваешь к себе, ноги сгибаешь, подбородок вниз, в общем, огибаешь свой живот со всех сторон, спину делаешь круглую и не шевелишься. Я сейчас буду делать, значит, первую анестезию до эпидуралки и потом эпидуральную анестезию. Я глубоко выдохнула, взяла мужа вот прям за руки, за майку, вот за что только я могла его схватить. И, в общем, я легла, подготовилась и все. Мы приступили к обезболиванию. Первый укол, который, вот, подготовительное обезболивание до эпидуральной анестезии, он такой укол, и, наверное, можно сказать, что самое болезненное, что в этом процессе для меня было как в первый, так и во второй раз. Плюс ко всему, когда она уже все, весь процесс закончила, и я проживала свою схватку, вот как раз-таки во время эпидуральной анестезии, она мне сказала, что вот первый этот уколчик, она уколола немного глубже, чем просто в кожу, просто для того, чтобы эта схватка для меня, по крайней мере, в спине была немного-немного легче, и чтобы я уж точно не дернулась вот лежа и во время помещения этой эпидуральной анестезии. Сама эпидуральная анестезия в этот раз была немного более неприятной, чем в первой. Она стреляла, то есть были вот такие вот боли нервного простреливания в моей спине, но абсолютно терпимы, и, в общем, это больше вот страх, больше напряг, и больше вот это вот такое вот, а-а-а, нежели чем вот действительно реальная боль. И, как я уже сказала, саму схватку мне было легче прожить, во-первых, потому что вот живот мой был зажат ногами, моим подбородком, всем моим телом, и в спине вот эта вот первая анестезия, она вот как-то, наверное, помогла. Достаточно быстро поставили мне эпидуралку, меня повернули уже на спину, прицепили все, что нужно было прицепить, и, опять же, достаточно быстро я почувствовала, как вот эта эпидуральная анестезия, она по моему телу распространяется. В этот раз почему-то было не тепло, а был прям такой холод-холод-холод. Не знаю, от чего это зависит, но я вот почувствовала такой холодок, который по спине распространился вверх и вниз, по ногам и так далее. Она меня поместила очень ровно на кушетке, для того, чтобы эта анестезия, она не пошла ни в одну, ни в другую сторону, а очень равномерно распределилась по моему телу. И буквально там, наверное, каких-то 15-10 минут после того, как мне ее поставили, я уже лежала на спине, да, я чувствовала все схватки, да, они были болезненными, но они были, по крайней мере, терпимыми, то есть я лежала на спине, что для меня просто невозможно. И вот как раз-таки 20 минут где-то прошло, и я так чувствую, у меня давление в попе. И я своей акушерке и анестезиологу, которые еще находились в нашей палате, говорю, слушайте, у меня давление в попе, что это такое? Что-то как-то странно. Акушерка на меня посмотрела, говорит, ты что, я только что тебя проверяла, у тебя 6 сантиметров, никакого давления в попе, потому что давление в попе означает, что у тебя уже там полное раскрытие, и как-то же ребенок уже направляется вниз. Она говорит, блин, будем смотреть повторно, что с тобой делать? И она посмотрела повторно, говорит, ого, уже 8 сантиметров, то есть это буквально за 20 минут 8 сантиметров. Она говорит, ну что ж, будем работать. И я как-то так, для меня это было непривычно, потому что в первый раз моя акушерка ждала 10 сантиметров, то есть до 10 сантиметров мы не тренировались, мы не работали с дыханием, мы не помогали ребенку опускаться, ничего мы не делали. Эта акушерка, она вот прям, все, мать, работаем, сейчас мы будем тренироваться, сейчас я буду тебе объяснять, как тебе дышать, папа, стой рядом, то есть все инструкции нам дала, учила меня дышать, как мне смотреть, куда мне повернуться, как мне держать свое тело, где руки, где ноги, где голова, где глаза, куда давление и так далее, и так далее, то есть мы уже начали работать, и причем она не давала мне вот просто отдыху, она меня вот прям давай, 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 давай. И если говорить о моей акушерке, которая принимала роды, ей огромное, огромное спасибо, если хоть какой-то шанс есть, что вы будете смотреть этот видеоролик, что он попадется вам на глаза, огромнейшее вам спасибо за ту работу, которую вы проделали, за ваше терпение, за то, что вы вот прям действительно меня терпели все мои роды, потому что, ну, это фантастическая акушерка, и уже, опять же, забегая вперед, когда я разговаривала со своей подругой, которая родила троих детей, она спросила, как звали твою акушерку, я назвала имя, она говорит, о, матушка, это же акушерка просто божество в Риге, это акушерка акушерок, ее знают все, она просто, ну, что ни на есть тебе, вот просто повезло, что ты попала к ней, потому что лучше, лучше акушерки в Риге нет, она нереально крутая, и то, как принимает роды она, кажется, что не принимает никто. И я лично убедилась в том, что это действительно так. Так вот, 8 сантиметров, значит, уже без 15,3 мы начинаем, значит, тренироваться, тужиться, и она начинает, вот, в общем, весь этот процесс. Эпидуралка моя очень быстро закончила свою работу, очевидно, я просто, вот, ну, как бы так, анестезия работает в моем теле, что мне нужно очень часто поддавать дополнительную дозу, это и зубов касается, и всего, мне нужно вот прям двойную-тройную. И в первый раз тоже, когда я рожала, мне ее запускали дополнительно три или четыре раза, если я правильно помню. Это нужно посмотреть влог моих первых родов, чтобы уж корректно вам сказать. В общем, если интересно, можете посмотреть. Так вот, приблизительно, где-то уже в 3,05 у меня были вот прям схватки-схватки, потуги-потуги, и мне было уже катастрофически больно, но мы понимали, что новую дозу эпидуралки, во-первых, ставить нет никакого смысла, потому что мы уже рожаем, у меня уже там полное раскрытие, и, в общем, мы уже заняты процессом, и как бы пока там все это дело начнет работать, ну, мы уже, скорее всего, родим, если этот процесс будет идти быстро. Поэтому я ощущала абсолютно любое движение малыша, я ощущала всю адическую боль вот именно процесса продвижения малыша по родовым путям, и я вам могу сказать, что в этот раз родить вот именно процесс потугов был в десятки раз сложнее, болезненнее, круче, и вот прям интенсивнее, чем в первый раз. Это было очень больно. В первый раз все-таки вот эти 3-4 дозы эпидуралки, они сделали свое, и я не так чувствовала вот эти потуги. В принципе, я их практически не чувствовала, только вот под сам конец я могла их прочувствовать, когда вот голова выходила. В этот раз я чувствовала все, и это было просто, ну, ну, просто ужасно больно. Настолько больно, что я орала. Вот реально в этот раз я орала на всю, значит, родильню, на весь роддом, если не на весь район, то на весь этаж уж точно. Это было невыносимо больно. Настолько больно и настолько тяжело, что в момент, в какой-то момент мне казалось, что голова уже вышла, хотя она не вышла, и можете меня поздравить, я знатно обосралась. То есть, я вот сходила в туалет, в туалет, вот прям в туалет. Так что, ну, как бы, это было очень натурально, это было очень естественно, и как бы мне хотелось сквозь землю провалиться. Вот в этот раз, как бы, я знаю, что обычным женщинам все равно сходила ты в туалет во время родов или нет, но в этот раз мне было вообще не все равно, потому что это было, ну, не чуть-чуть, вот вообще не чуть-чуть, это было вот прям, вот, как сказать, вот прям отлично сходило. Хорошо, все это убрали, слава богу. И я могла продолжить процесс. Аромат всего этого, он как бы оставался в помещении достаточно долго, но да ладно, мы быстро как бы пережили этот момент и, в общем, стали концентрироваться и вернулись к главному процессу. Так вот, значит, мы продолжили тужиться, причем тужились мы, опять же, каждые там секунды 10, 15, 20, потому что потуги мои и схватки, они действительно, ну, как бы повторялись очень стремительно, очень часто, очень быстро, очень интенсивно. И в момент, когда мне показалось, что я вот родила голову, вот хотя бы половиночку, я говорю, голова есть? Они говорят, нет, ты что? Кушерка говорит, мы сейчас тужиться будем, а ты уже тут мне орешь, сдаешься, и вот вообще уже в каком-то непонятном, невменяемом состоянии, я говорю, извините, что? Мы только начнем тужиться? Она говорит, конечно, мы сейчас тренировались. И тут я просто чуть с ума не сошла. И когда я поняла, что это была только тренировка, я представила, что меня ожидает, точнее сказать, я не представляла, что меня ожидает. потук за потук за потук за потуком, потук за потуком, она направляла меня, говорила, как мне тужиться, помогала мне, и каждый потук, ее пальцы вот таким вот образом проходили по моему, как мне кажется, вот передней части моего влагалища, но это было настолько больно, то есть я ей говорю, мне очень больно, вы можете так не делать, а они говорят, нет, не могу так не делать, потому что я хочу, чтобы ты не порвалась, чтобы у нас не было эпизиотомии, и чтобы у тебя вот было все максимально эластично, растянуто, это я помогаю тебе. У тебя все мышцы так напряжены, что ну как бы ты вот просто как каменная, она говорит, расслабься, помоги сама себе. Я говорю, ну я не могу, я не могу ничего сделать, и вот каждый потук, вот это движение пальцами, вот у меня были две несносные ужасные боли, вот именно движение этими пальцами, и потуги продвижения малыша, когда я, в общем-то, его тужила, это было невыносимо, и я вот просто каждый потук, вот в конце я уже сдавалась, и в какой-то момент, когда я уже, малыш уже продвигался вперед, и уже голова, она чуть-чуть уже только выходила, выходила, ну то есть сама только макушка, это было настолько одически больно, что у меня вот началась паника, просто у меня началась паническая атака, я начала гипервентилировать, я закрыла глаза, я сказала, что все, я не могу, режьте меня делать, и что хотите, я все, отключаюсь, меня нет, ну то есть у меня уже просто, звезды в глазах, и от этой боли, я вот просто понимаю, что мое тело, оно вот просто отключается, моя голова отключается, и я вот просто вошла, вот этот режим паники, я начала задыхаться, я начала вот просто, ну, ну просто все, меня нет, я начала мотать головой, я закрыла глаза, отвернулась, все, я подняла руки, акушерка, она мне говорит, возвращайся, то есть она реально на меня, ну, начала, ну не то чтобы кричать, но она очень, очень настойчива, очень решительна, и очень вот авторитетна, она вот просто меня возвращала в нормальное мое состояние, заставляла меня просто вернуться, дышать, нормально себя вести, возвращаться вот в спокойствие, и концентрироваться на процессе, что я должна родить малыша, и когда уже следующим потугом голова вышла, это было просто самое болезненное, что только может быть, я просто орала, истерически орала в голос, и она мне говорит, руку давай, я говорю, нет, я вот лежу, я отвернулась, я руки убрала, она пытается схватить мою руку, просто чтобы я прикоснулась к голове малыша, и чтобы это меня вернуло, опять же, вот в это нормальное состояние, и чтобы я вот просто концентрировалась на том, что мне нужно родить этого ребенка, что он вот здесь уже есть, что мы уже, у нас прогресс, и что, ну вот он мой малыш, и ну как бы все, вернись, вернись, ну хочется вот как-то вот хоть пощечин надавать, чтобы человек просто, ну как бы включился в процесс, и я вот просто сопротивлялась как могла, я не хотела трогать голову малыша, я кричала ей обратно, что я знаю, что там, я знаю, что там, но я не могу, и от этой боли я просто, ну просто продолжала кричать, потому что потуги заканчивались, а боль вот именно вот внизу, она не завершалась, то есть она вот просто, она интенсивно висела надо мной, и я просто не могла никаким образом успокоиться, потому что эта боль не проходила, она была просто фантастической, то есть это даже не вот это огненное кольцо, да, когда вот голова выходит, мне казалось, что меня разорвало там на просто клочья, но в конце концов она меня угомонила, она взяла мою руку, она приставила, значит, в ее голове, и я почувствовала, что голова есть, и она говорит, теперь замолчи, теперь не кричи, дай мне послушать малыша, не ори, угомонись, начинай дышать, приходи в себя, то есть она всеми своими вот способами, возможными, невозможными, пыталась меня успокоить, чтобы я начала дышать, чтобы я приходила в норму, чтобы вот этот, вот этот вот весь уровень зашкаливающий вот этого ужаса, он просто спадал, 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 и чтобы она могла посмотреть ребенка, и дальше тогда со следующим потугом она уже могла работать с плечами, и со всем, в общем, что должно еще выйти, ну и собственно каким-то вот просто, я не знаю, невероятным способом у меня получилось успокоиться, Арс, мне кажется, был в ужасе, я вот просто его майку смяла в руке, и он, мне кажется, просто, ну, я вот просто его, мне кажется, он не дышал вообще, я не ощущала его, мне казалось, просто столб какой-то рядом стоит, и я его вот просто, он просто терпит, и он надеется, что вот, ну, что у меня получится, он держит мою руку, пытается меня как-то поддерживать, но для меня это все было вот просто, ну, никак и ни в какую, я вот, ну, в общем, я была просто невменько, Ну, и вот, следующий потуг, она говорит, так, теперь дышим по-другому, то есть ты задерживаешь дыхание, тужишь малыша, и, в общем, сейчас делаешь вот так, вот так, вот так, вот так, вот четкие, вот просто четкие инструкции она мне давала, как мне нужно тужиться и как я должна дальше работать. И, собственно, еще пару потугов, опять же, безумно болезненных, и мой малыш появился на свет в 15.43. В общей сложности, ну, час, да, наверное, час заняло, вот, тужится и весь этот процесс. И мы, собственно, родили нашего малыша, и когда положили мне его на живот, все, что я могла, это говорить ему привет, 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 и я просто дышала, закрытыми глазами лежала и понимала, что мне до сих пор очень и очень больно. То есть мне хотелось спустить ноги, мне хотелось их вытянуть, просто сомкнуть все мое тело, потому что действительно там внизу это было ужасно, ужасно болезненно. Опять же, я уверена, что в первый раз я этого всего не чувствовала, просто потому что было несколько доз эпидуралки, и было, по-моему, 4 часа вот этого обезболивания, которое вот, ну, помогло мне прожить вот именно потуги намного-намного легче. Мы полежали где-то, наверное, минут 20, акушерка, значит, помогла родить плаценту, это было абсолютно, ну, не больно, то есть болело все, но вот именно сам процесс вытуживания плаценты был неболезненный, и я, собственно, очень спокойно ее родила. Единственное, что масса вот этой плаценты, она ощущалась вот прям, фух, ты как будто выпустила огромную-огромную массу, и в этот раз я эту плаценту видела, она действительно мне казалась просто огроменной. В первый раз я не чувствовала ровным счетом ничего. Потом акушерка, она пыталась понять, все ли чисто, давила мне на живот, проверяла мою шейку матки, в общем-то, все там внизу, чтобы понять, есть ли внутренние и внешние разрывы и так далее, и так далее. По поводу которых, кстати, я спросила сразу, она сказала, ну, не знаю, сейчас родим плаценту, и, в общем, я скажу, смогу понять, есть у нас там разрывы или нет. В общем, плаценту мы родили, и она при помощи тампонов, значит, там проверяла, сочится ли где-то кровь, и, собственно, через, не знаю, минут, наверное, еще 20 она сказала, что, слава богу, разрывов нет, есть только три трещины, которые на слизистой, и она сейчас позовет врача, чтобы понять, нужно ли это все дело зашивать, но просто, чтобы мне было комфортнее восстанавливаться, и чтобы мне не было больно там ходить в туалет, и просто, чтобы вот первые дни они были, ну, да, комфортнее. Пришла доктор, сказала, давай зашьем, наложила три шва самой маленькой ниточкой, один из этих швов я ощущала, просто потому что там порвалась нитка, и вот этот ледокаин, наверное, который они попшикали, он не так сильно обезболивал, но в целом это было абсолютно терпимо, и, учитывая, что у меня все вот там вот болело и горело, и вот просто было вот настолько там все чувствительно и деликатно, что, ну, все это вот, я больше напрягалась просто от страха, потому что я трусиха жуткая, вот, и, собственно, меня зашили, опять же, зашили, это громко сказано, наложили просто три малюсеньких шва, вот, которые абсолютно никак не мешали мне потом, и, собственно, ну, о них я расскажу уже в следующем видеоролике на тему моего послеродового восстановления. Ну, и, собственно, да, наложили швы, доктор ушла, последующие два часа мы провели в родильном зале, пришли также проверить малыша, по Абгару дали 9-10 баллов, все с малышом прекрасно, замечательно, нет никаких-никаких вот нарицаний и не к чему даже прицепиться, он замечательный малыш, и самое главное, что всех нас интересовало в этот момент, это вес и рост малыша, чтобы понять, имело ли вообще смысл стимулироваться и не ошибалось ли УЗИ, многочисленные, причем разные аппараты УЗИ, всю мою беременность. И тут было велико мое удивление, когда мы поняли, что УЗИ все-таки ошибалось. Мой ребенок родился 52 сантиметра, весом 3,815, то есть он родился меньше и по росту, и по весу, чем даже мой первый ребенок. И тут, ну, собственно, уже комментарии, наверное, лишние. Я облегченно вздохнула, поняв, что, во-первых, УЗИ ошибалось, и мой ребенок, он не был за 4 килограмма. Второе, что родить его, хоть и было вот просто в разы, в разы, в разы тяжелее, болезненнее, чем я рожала Рэма, все равно у меня не было разрывов, у меня не было эпизитомии. И в целом, на самом деле, благодаря акушерке и ее работе, и тому, как бережно и как профессионально она делала свою работу, именно благодаря ей, я уверена, ну, этого всего со мной не приключилось, и у меня не было этих разрывов и порезов. И за это ей вот просто огромное-огромное спасибо, потому что после родового восстановления, именно благодаря ей, оно сейчас проходит, вот, ну, просто день и ночь, если сравнить с тем, как проходило послеродовое восстановление после первых моих родов. Опять же, об этом я буду рассказывать в отдельном видеоролике на тему послеродового восстановления. Ну и вот так появился за 2,5, может быть, чуть-чуть больше, но в целом за 2,5 часа мой второй ребенок. Конечно, несмотря на то, что эти роды были настолько болезненными, я все-таки с улыбкой вспоминаю этот процесс, с улыбкой вспоминаю свое вот это пребывание в роддоме. И вот сейчас, смотря на своего малыша, я опять же улыбаюсь, и я безумно счастлива, что он появился на свет, что мы это сделали, что мой муж был рядом со мной, что, ну, в общем, что все произошло так, как оно произошло. И да, что не нужно было стимулироваться, потому что действительно малыш был нормального веса, и все-таки УЗИ, оно ошибалось, и эта стимуляция, она, ну, в целом, она была лишней. И я рада, что она с нами не случилась, и она не понадобилась. Поэтому, ну, в общем-то, вот так вот в нашем случае все это произошло. Так случились мои роды. Потом в роддоме мы провели, сколько получается, понедельник, вторник и в среду нас выписали, мы вернулись домой, ну и, собственно, воссоединились с Сарсом, который как раз-таки вечером, понедельник, уже уехал к Рэму и, собственно, проводил уже время там, и вернуться к нам в роддом он уже не смог из-за ситуации с пандемией. Но мы по этому поводу не печалились, мы поняли, что это лучшее решение для нас, чтобы он был дома с Рэмом, который, в общем, не привык и никогда не имел ситуации, когда оба родителя от него на такой продолжительный срок уезжают. Так вот, и мы в среду вернулись домой, а что случилось в среду по нашему возвращению, вы уже знаете, потому что вы наверняка видели видеоролик знакомства моего старшего сына со своим младшим братиком. Ну и все последующие видеоролики уже на моем канале. Так вот, на этом сегодня все, на этом заканчивается история моих родов. Если что-то забыла рассказать, наверняка расскажу. Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях. Я также в видеоролике о послеродовом восстановлении вам обязательно расскажу. И также мы попытаемся с Арсом также записать совместный наш видеоролик и рассказать, как он переживал эти роды. И, конечно же, мы расскажем вам, как мы вот для этого сладкого маленького пирожка, который у меня тут уже проснулся, как и почему мы из трех оставшихся имен выбрали именно имя Грант. Ну это все в последующих наших видеороликах. На этом сегодня с вами прощаюсь. Желаю вам всем доброго дня. И большое-большое-большое вам спасибо за вашу поддержку, за все ваши поздравления и за все ваши добрые слова. Подруги, вы у меня самый лучший. Все. Желаю доброго дня. И на сегодня с вами прощаюсь. Пока. До следующего нашего видеоролика. Чао. Грантик, скажи всем пока. Теперь уже и ты, как братишка, можешь со всеми прощаться. Все, подружки, пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»